И так, привет, с вами Домгай, мы продолжаем играть за наше казачье войско, успешно мы победили Украину, дальше идет Россия. Я тут немножко поизучал, куда нам лучше наступать, и теперь наша цель Воронеж, ну и такими несколькими операциями, я думаю, дойдет до Москвы, Петроград, и потом как-то дальше на восток. Посмотрим. В идеале, кстати говоря, я был бы не против, если бы вот этих ребят капнули, чтобы весь Варскор был мой, но посмотрим. Но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали. И смотрите, что мы будем делать. Во-первых, у нас, очевидно, нужно наступление вести на равнинах, поэтому в эти направления мы отправляем наши дивизии, и также вот куда-то сюда тоже я хотел бы, наверное, дополнительные войска отправить. У нас также еще обучаются много войск, но пока что из-за интеграции у нас большие проблемы, конечно, со стабильностью, с поддержкой войны и с политкой. Покупать винтовки мы в Германии не можем, хотя механика, признаюсь, достаточно сильная для такой страны. Конечно, я могу просто поставить больше заводов на винтовках, но мне нужна авиация, а хорошую авиацию Германия, к сожалению, не продаст. Так что как есть. Здесь можем уже помочь немножко. Господи, статы, конечно, прекрасные. И, кстати говоря, нам здесь вот провинцию пробили, а я такой думаю, пускай пробивают, еще одну дивизию сюда заведут. И мы как бы, ну, и мы оставим их там, они не выйдут обратно. Хотелось бы еще, наверное, немножко промку покачать. Начнем с макса эффективности, конечно. Ну и вместе с этим наступлением давайте начнем вот сюда, наверное, двигаться. Больше меня интересует, наверное, вот именно в этом направлении, так что отсюда мы переправляем войска сюда. Здесь, конечно, можно под Липецк тоже выйти, но наша ближайшая цель это Воронеж. Двигаемся именно в том направлении. Забираем мы, кстати, Воронеж. Берем сразу лес, если сможем взять. И продолжаем наступление. Капкан наш захлопывается потихоньку. Здесь также мы разбиваем эти дивизии и вот этим ребятам приказываем продвигаться дальше. Вроде как здесь у нас все отлично, здесь тоже поджимаем где можем. А вот и ликвидация этого крушения. Поспешим и прикрыть здесь, и добить эти войска параллельно. Эти тоже, ребят, добиваем. Воронеж сейчас подключится к нашей линии снабжения. И после чего будем планировать следующее нападение. Я думаю, вот сюда, чтобы следующее лес окружить. Начинаем наступление сразу. Здесь, кстати, будет потяжелее. Но все еще возможно по ощущениям. Перетягиваем, я думаю, вот отсюда тоже силы. И продолжаем, наверное, вгрызаться в землю. В общем, нам нужно, потому что двигаться сейчас вот так. А здесь, да, здесь есть проблема, конечно. Каждое орудие помогает, но этого мало. Река душит. Значит, здесь мы не пробьемся. Впрочем, вот здесь вот еще может быть. Там пока одна дивизия. Кроме того, мы, возможно, сможем здесь снабжение также обрезать им. Шансы такие очень солидные на это все дело. Поджимаем тут тоже. Не даем им расслабляться. И душим, душим двигаемся. Здесь смотрим, никаких дивизий под вред стоять не должны. Отсюда перебрасываем сразу. Здесь вроде как тоже. Только вот здесь вот есть такая группировка побольше. Они атакуют. А вот и снабжение, да, поджимается. Начинаются проблемы у них. Можем, наверное, вот отсюда немножко войска перетягивать. Здесь ЖД орудие остается, здесь тоже. А вот это двигать бы на восток. Но пока что здесь ЖД заблокированы. Ладно, я вижу, откуда мы можем нанести нападение, так сказать, удар подготовить. Как-то вот в этом направлении. Блин, здесь, конечно, мы очень рискованно передвигаемся. Но в целом по линии фронта у нас есть снабжение, в случае чего. Здесь я также крепление оставляю в некоторой дивизии. Хотя, вот это вот очень опасно против игроков. Я бы так в жизни не делал, очевидно. Но против бота можно и попробовать. И да, вот здесь вот я нащупал у них уязвимое место. Можем на него надавить. Зажим. Наш готов. Можем начать андушку. Проходим вот сюда, проходим сюда. Не останавливаемся, сразу двигаемся вперед. Здесь, да, проблемы с сновидением появляются, актуальные. Но ЖД скоро починится вот здесь вот и станет намного проще. А вот здесь вот поджимаем танк. И в теории мы должны его сжать. Все-таки они могли бы сюда атаковать и сжать эту нашу дивизию. Но бот никогда этого делать не будет. А значит мы в безопасности. Самое главное удерживаем вот здесь вот линии снабжения. Зажим все больше и больше становится. Точнее мы все поджимаем сильнее и сильнее, я бы так сказал. Здесь снабжение появилось и стало намного проще. Прелесть. Здесь наши границы уже в безопасности. Тут оставляем ради снабжения в равнении дивизию. Придется. И придется ее укреплять, если вдруг ее будут вот так вот надавить. И добиваем последней дивизии вот здесь. Прекрасно. Очень неплохое окружение. Когда-нибудь эти дивизии закончатся. Люди точно заканчиваются. Впрочем, еще не далеко не последний призыв. Чего вообще только казуальные, расширенные. Еще призывать и призывать. Ну и нужно думать, как мы хотим этот фронт развивать. Во-первых, я бы, наверное, хотел дойти до позиции, которые можно удерживать. То есть, наверное, какой-то Саратов, какие-то леса, но тяжело. Наверное, что-то вот такое вот. Какое-то даже, наверное, вот такое вот. И потом идти на запад. Но это тяжело. Это большой фронт. Поэтому у меня есть мнение, что надо начинать дивизироваться как-то на, например, западе-западе вот здесь. Поэтому я нахожу Орел, Брянск. И, наверное, здесь вот сейчас начнем тоже делать зажимы, так называемые. И здесь вступаем на более выгодные территории. То есть вот сюда. Да. Выглядит намного-намного лучше. И отсюда можно будет сделать еще одну дивизию сюда. Здесь, конечно, вот этот стабжение бы укрепить. Поэтому давайте фор здесь хотя бы первого левела построим. Просто его буду долбить постоянно. А сдвинемся мы туда очень нескоро. Наша дивизия доходит. Немножко, конечно, сейчас неприятно. Контратака пошла. Но ничего такого, с чем бы мы не могли справиться по ощущениям. Кроме того, им здесь не очень по снабжению стоять. Хотя, ну так. Идет, пока я бы сказал. Давайте не стесняемся здесь контратаковать тоже. Я бы, пожалуйста, вот так. У нас все для этого силы здесь есть. Организацию они потеряли. Можем взять и задушить их за это. Сейчас еще еще три дивизии подойдут. Блин, здесь лес, а кажется, как будто не совсем лес. Кажется, как раз таки, будто это равнинка между лесами. А в любом случае наступаем мы. Они дезорганизовались в лесу. Можем бить по лесу. И, да, обходим потихонечку. Не забывая прикрывать наши туза, конечно же. Оверранг все время происходит. Здесь дивизия не успела отступить. Мы отступили быстрее. И рвемся к власти, как говорится. Получаем еще кучу промышленности. Я бы, наверное, все-таки немножко поментовкам бы увеличил. И остальное, наверное, в штурмовике. Нам нужно реализовывать наш зеленый воздух. Как раз таки лучший способ для этого это штурмовиков производство увеличить. И да. Новые штурмовики наши имеют очень хороший радиус. В этом как бы и была идея. Вообще наши истребители тоже имеют хороший радиус. Просто мы их не так... Ну, это не так сильно чувствуется, потому что их не так много новых. А вот и Брянск окружен. Неплохое окружение, я бы сказал. По количеству меня устраивает. Бегаемся на Споленск и, в принципе, на север. Хотя вот эту границу гулять, конечно, не хочется. Так что аккуратно. Здесь мы можем тоже потихонечку поджимать. Не стесняться этого делать. И поддушивать, поддушивать вот так вот. И окружение здесь, по-моему, практически завершено. Забросим сюда дополнительные силы, чтобы нас не окружили. Но в целом, да. Очередные клещи наши заклопнулись. Нас кое-где пытаются контратаковать. Но это причину на неудачу контрнаступления. И вот о чем я говорил. Здесь нас будут зажимать. Есть форт первого левела. Этого не хватает. Там подошла хорошая пехота. Именно хорошая. А значит, нам нужно вот отсюда. Резервы сюда перебрасывать. Что я скажу вам. И у нас скончается мэн-пауэр. А значит, что надо сделать в такой момент правильно. Военную полицию. Начать грейдить, во-первых. Во-вторых, доделать хороший шаблон гарнизона. А мы пока что перемещаем наши войска. И укрепляем границу новую. И да, Россия начала контратаковать намного активнее. Поэтому мы, пожалуй, перейдем в такую более оборонительную позицию сейчас. Из которой, ну, вроде будет комфортно, я думаю, воевать. И реактивная артиллерия у нас появляется. Начинаем ее производить. Причем, наверное, так штучки 4, чтобы она побыстрее к нам дошла. Людей не было, но это и люди. У нас просто в тренировке еще 10 дивизий есть. Так что есть люди, и мы их деплоим. В основном, конечно, авиацию. Кстати говоря, вот это можно перебросить уже, пожалуй, к минимуму сюда. А в идеале, конечно, вот сюда. Это здесь не будет хватать. Ладно, давайте пока вот так и вот так, наверное. А здесь тоже истребители нам по факту не нужны. Сюда их отправляем. И да, ребята, здесь реально камбэкают. Прям уже солидно. Уже все взрослые проходят уже, но они закончатся. Я не верю, что они смогут прям камбэкнуть. Здесь, да, очень много мы истощили. Но война становится только проще из-за того, что мы чуть-чуть что-то вайпаем. Вот, допустим, сейчас я вижу, что здесь можно взять, пройти и просто вайпнуть это. И я это сделаю. Но кроме таких вещей, вот такую одну дивизию казуальную вайпнуть тяжело. Да, это вайп, конечно же. Это позитивно, но сильно не меняет ситуацию. Хотя, допустим, я вот вижу, уже мы можем вот здесь вот такие же клещи сделать. Давайте потихоньку. Сейчас вроде на севере стало поспокойнее, хотя не сильно. Давайте отойдем, наверное, за речку. Вот сюда. И поперебрасываем сюда побольше дивизии. Попробуем здесь сейчас что-то сделать. Просто в чем проблема? Россия-то становится все сильнее и сильнее. Тут все больше бафов на армию в том числе. У России очень сильные бафы на армию и на, в принципе, промышленная сторона. Так что да. Они, кстати говоря, в интернационале типа, хотя все еще нет. Но если интернационал все зайдет, это будет, как говорится, ГГ. Хотя нет, ладно. Наверное, эти ребята справятся с ними. Так что мы, наверное, бы и не почувствовали, но было бы неприятно. Итак, я вижу возможность, я ей пользуюсь. Вот одну дивизию оставляем, конечно же, здесь. Здесь ребята дезорганизовались. Мы это используем активно. Дальше вот отсюда подтягиваем сюда войска. Потому что здесь нам оглядеть не страшно свои территории. И здесь продолжаем тоже, как вы помните. Расширять вот этот вот кармашек без вражеского снабжения. Есть. Есть. Здесь все успешно сделали. Теперь можем начинать битвы и зажимать их потихоньку. А вообще можем сделать еще и вот так. Я вижу, что эти ребята здесь стоят. Не знают бед. Но теперь узнают. Ну, как минимум, еще одну дивизию вайпнули. Всегда приятно. И вот здесь вот тоже вижу, где можно пробиться. Пробиваюсь. Достаточно классический, я бы сказал, окружение. Ничего у них необычного нет. Ну и что, я вижу, что Воронеж уязвим. Но здесь очень странно дивизии стоят. Видимо, я там что-то добивал. Наверное, так и есть. И давайте-ка это мы вот сюда перевезем. И сейчас начнем здесь делать окружение. Вот начнем с вот этих ребят. А дальше посмотрим. Еще плюс три дивизии. Это идет сюда, я думаю. И мы сейчас... Да, будем вгрызаться в них по полной. Есть еще три дивизии. Вот это прекрасная распафанная Россия. 84% атаки. Время, наши бафы... Ну, казацкая армия. Ну, здесь есть скорость из строительства и ресурсов. Ну и держите еще атаку на нас в территориях. Ебать, спасибо, нахуй. Еще минус 0,3 политики дают стабильности. Отлично. Очередная контратака. Я думаю, в очередной раз она закончится не очень, но... Понимаете, боту 80% планирования теоретического набранного дает очень много на самом деле, потому что именно батлпланами он и воюет. Игрок он тоже на самом деле даст очень много этот баф. Но... Как бы... Это один из тут бафов бота, который, ну, чувствуется на самом деле. Ну, что поделать, ничего. Мы это переживем. Как говорится, жаловаться не на что, потому что у меня есть интеллект, а бота, к сожалению, нет. И делаемся жив под Саратовом. Вроде как должно неплохо получиться. Эти ребята, смотрите, уже границы почти свои вернули. Прелесть. Не прелесть, только то, что они у меня украдут форскор. Итак, следующее направление. Вот сюда. Саратов. Подождите. Нет, Саранск. Саратов, в принципе, должен быть чуть-чуть, по-моему, подальше. А точнее, Саратов мы уже, в принципе-то, и взяли. Так что, да, вот сюда заберем еще пункты снабжения. И мы уже потихоньку подходим под Москву. Окружение за окружением. Вот еще и новые дивки тут появляются. Не так быстро, но, да, появляются. Слушай, и политка есть, но я бы политку, конечно, хотел потратить на поддержку войны. Как появится, 150 политки обязательно закажем. У нас здесь вот, конечно, некоторая дыра во фронте. Но я считаю, что это не так сильно пашно, потому что мы сейчас до окружения, мы, знаете, будем так двигаться на запад. Здесь пускай они двигаются, не двигаются, без разницы. Здесь у нас фронт такой уверенный в себе достаточно. Поединство, я бы, наверное, вот так бы сделал, да. И здесь я вижу, что выбивали, видимо. В том случае, здесь, если не будут забирать территорию обратно, нам, в принципе, без разницы. Потому что мы здесь окружаем войска постоянно. Рано или поздно даже у России, даже у России закончится армия. Вот еще одно окружение, и здесь мы опять забираем ЖД орудия, как приятно. Поджимаем здесь новые дивизии. Ну, слушайте, ну, заканчивается. Ну, заканчивается армия. Все еще в два раза больше, чем у нас, но заканчивается. Не выдерживает она фронта. Вообще, если бы не было у них вот этого фронта, было бы, я думаю, сложнее как раз-таки раза в два. Все еще мы могли бы так делать, но это заняло бы намного больше времени, что концентрация войск у них была бы больше. Нам пришлось бы концентрировать еще, так сказать, войска поплотнее. То есть я вот такого бы себе в жизни не мог позволить. А сейчас здесь я могу это себе позволить. Иначе нет. Ни в каком случае. Надо, наверное, чуть-чуть отсюда подоступить, добить от этих войска и заниматься дальше. Ну и что, мы входим в Москву. Краснов наконец-таки показал, что он все-таки был прав, как говорится. Казаки берут уже Москву. Прелесть. И да, потихоньку, потихоньку пытаемся окружать и другие войска тоже. Вот, нападение Москвы. Взяли мы Красную площадь. Я бы, кстати говоря, хотел бы тебя либо окружить еще вот это чудо. Пока оно стоит на месте, это очень возможно. Надо не тормозить, конечно. Только единственное. И это будет реально, да, возможно. Подожмем вот так, подожмем вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. И дожимаем, дожимаем, дожимаем. Не даем им выйти. Дожимаем до конца. Не стесняемся нажимать. Да, здесь как минимум уже что-то забрали. Здесь нужно брать прелесть. Очень большая группировка. Ликвидирована. И мы пропушили настолько далеко, что нам уже нужно штурмовики перемещать. Это приятное развитие событий. Хоть и немножко даже, конечно, неожиданное. И вот мы добавляем военную полицию в нашу гарнизонную дивизию. Получаем 20 тысяч людей. И тут еще одну дивизию распускаем из обещания. Получаем еще дополнительных людей. Прелесть. Начинаем здесь также потихоньку захватывать провинции, чтобы наш фронт осузить. И стало чуть-чуть попроще. И смотрите, как приятно наблюдать за этим. Дивизии не хватает даже просто фронт держать уже. Тут, ну, дивизии, не знаю, может 90-100. И половина, я так понимаю, у них здесь. Так что, да. Очень-очень приятная ситуация. Пойдем мы сейчас на Петроград. И вот оно, Петроград. Забираем здесь последние провинции. И добиваем его. Прекрасно. Действительно говоря, мы сейчас тоже добьем еще несколько дивизий. И фронт становится таким достаточно спокойным. В России нету никаких сил на наступление. У нас, конечно, людей не хватает на наступление. Приходится еще, наверное, дивизии расформировать. 14 тысяч мы потеряли. Нанесли мы им 3 миллиона потерь. 3,1 уже. А, да. Это, конечно, невероятные цифры. Но останавливаться мы не собираемся. Нужно продолжать. У нас все еще, как бы, ну, все еще надо дойти до Екатеринбурга. И это непросто. Эти ребята, конечно, будут идти, но это у них займет явно какое-то большое время. Нужно, наверное, где-то начинать новые локальные действия делать. Наверное, тут. Ощущениям, да. Сейчас будем придумывать, что мы будем здесь делать и как. Типа, вот такие вот ситуации уже происходят, когда у России просто нету поиска на то, чтобы не быть окруженным просто так, бесплатно, как говорится. То есть мы просто вот так вот делаем, и, ну, с этим ничего не могут они сделать. И не смогут. Вот такие вот окружения теперь являются частью нормы. Ну, и наши окружения остаются уже очень большими. Прямо очень. То есть мы сейчас вот это, я думаю, сможем окружить здесь. Мелкие окружения здесь, мы уже на севере. Сейчас пойдем в арт-скор чисто набивать, плюс, конечно же, ну, капать просто само по себе. И, наверное, начнем сейчас еще и здесь, тоже у меня дивизии потихоньку туда едут. Плюс новые когда-нибудь появятся, хотя с текущими гарнизонами вряд ли. Но я думаю, на это можно подзакончить серию. В следующем мы уже добьем Россию. Нам все еще, на самом деле, не мало. Нам идти вот, ну, реально сюда, скорее всего. Меньше вряд ли хватит. Скорее всего, я еще сделаю несколько больших окружений, потом просто на автоплане довоевим. Ну, посмотрим. Ну, а с вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг к ней подписаны. Лайк, комментарий, твизис, крут, пусть и все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok